Не, ну вот тут понятно, избранному народу были даны знания, вот через Моисея и заповеди уже, и потом закон был довольно обширный такой, до мелочей, значит, это была эра закона, то есть правил, пунктов, которые что-то запрещали или что-то советовали делать и так далее, почитай отца и мать свою и так далее. И одновременно не уби и не укради, не лжесвидетельствуй и так далее, и так далее. То есть этот закон был дан, ну, дан всему вообще-то человечеству. Ну, конечно же, Лукавый добился того, что все человечество было во тьме духовной, поэтому там действительно язычниками были, разные формы идолопоклонства и тому подобное. Поэтому этому одному народику маленькому, малочисленному, очень тяжело было бы в окружении всего, всей, можно сказать, земли, земного шарика, всех этих государств, которые окружали их и тому подобное. Они, еще раз повторяю, разные формы поклонения идолам были у них. Да, и, конечно, это тяжело было. Поэтому вот как только Моисей на стенах поднялся, ну и что, опустился, а там уже золотого тельца отлили. То есть вот это вот, ну, это было, ну, наказаны они были, я бы так сказал, даже очень жестко или жестоко, но иначе и нельзя было, потому что уже были, очевидно, значит, попорчены. Это то же самое, что можно с хирургами сравнить. Хирурги тоже режут людей, отрезают какие-то гнойники, органы, которые могут погубить весь организм. Жестко, жестоко, да, так и нужно делать. Ну, и здесь тоже самое Господь, и, конечно, все это и сделал. Да, вот, поэтому шла борьба постоянная. Лукавый все время подбрасывал эти суеверия. Но, дорогие мои, и потом, когда эра уже Нового Завета пришла, Благодати Божией, когда понятно стало, что без помощи Божией человеку ничего невозможно. Ну, хорошо, они пунктики эти выполняли, но суть была потерянная, мы это знаем с вами хорошо. Потому что фарисей все исполнял, вот через неделю будем мы трех и фарисея вспоминать. Ну, и что? Он все пунктики исполнял, а Иоанн Креститель, который видел насквозь, как ты говоришь, как вот Юрок говорит о всех, насквозь. Ну, и что? Он видел, что это гробы выкрашены. То есть, значит, снаружи все пунктики исполняются, а сердце осталось холодным, далеким от Господа Бога, потому что любовь к Богу, она как бы проявляется через любовь к ближнему. А там бы эгоизм полный был. Слава тебе, Господи, что я такой, не такой, как все остальные эти мерзавцы. Ну, вот и все, по сути своей. Поэтому понятно, что без помощи Божией ничего не получится у человека. И поэтому, конечно, и пришел в мир Сын человеческий, чтобы помочь нам действительно спастись. Господь наш Иисус Христос пришел и сказал, я пришел исполнить закон. Он завершил его, он закон завершил. И на этом ставим точку. То есть, та история Бога спасаемого человечества, которая была в Ветхом Завете, она завершена была Христом Спасителем. Он принес новое вино, которое в старые мехи, уже в старый закон, влить нельзя было, они разорвут. Поэтому и мехи новые, то есть форма новая, и сам закон новый совершенно, новозаветный.